Всем привет! Сегодня меня, можно так сказать, спровоцировали на продолжение вчерашнего ролика, где я проходил 8-10. Там был как бы заказ, а давайте что-нибудь посложнее там. И плюс мне сегодня подогнали десятку. В принципе, человек подарил, но зачем такие подарки? В общем, деньги я ему, конечно, отдал за десятку, но решил все-таки ее пройти. Тот же самый мародер, только теперь уже с нормальной головой. Я, в принципе, в прошлом ролике показывал, кому лень смотреть. То есть, вот такой вот мародер. Кого интересует фит, он не секретный. Вот. Что касается головы. Голова тоже не секретная. Вот такая вот. High-grade кристалл и все на DPS. То есть, два модуля на DPS и один на трекинг. Что, в общем, тоже полезно. Перед тем, как ее делать, я все-таки так, хоть край глаза посмотрел, как бы, прохождение десятки. Если восьмерку я делал вообще с нуля, то есть, ничего не знал, там надо было лететь, срочно вытаскивать в рэк и так далее, то здесь я как бы посмотрел, что и как. Ну, так, вкратце. Поэтому можно считать, что тоже проходил первый раз, допускал некоторые ошибки. И чего лучше не делать, об этом я буду по ходу рассказывать. Я полетел делать эту десятку тремя персонажами. Вообще, я как бы считаю, что Ева это не проигру в одно окно. Тем более, как бы, я уже играю в Еву давно и разжился тремя мониторами. То есть, у меня всегда открыто три окна. Вот я и полетел в три окна. Первое окно, это был цептор. То есть, соответственно, глаз, когда я двигался на десятку, там 7 прыгов было. И вторым я потащил Локи. Ну, во-первых, удобно будет лутать. Все-таки МВДшный Локи, он быстрее облетит, все облутает. А идея у меня была такая. Вот то, что многие не делают, вырезать всю непись и залутать всю непись. Вот чтобы сразу, как бы, отвергнуть все варианты, что вот, а может быть, надо залутать, там, и так далее. То есть, в принципе, как бы, обычно все это там фигню бросают. Лутает только самое ценное. Вот. Ну, в общем, я решил провести этот эксперимент. Локи этот у меня, это тот самый внешний поинт и сетки. Там в комментариях кто-то мне написал, что типа того, что это за боевой мародер. Ну, по большому счету, да. Пойнтов нет, как минимум, да, что у боевого корабля есть. Ну, я тогда говорил, еще раз повторяюсь, для тех, кто, может, невнимательно слушал. Я никогда не летаю на этом мародюре один, потому что я прекрасно понимаю, что даже небольшой ганг, который сядет на малую орбиту, я его ни убью, ни пробью, и он меня рано или поздно запилит. Вопрос только в количестве, как бы, батареек и времени. Если никто не придет на помощь, меня спилит. Вот. Поэтому я всегда летаю два корабля. Вот это один из тех кораблей, то есть я либо летаю с Балгорном в паре, либо летаю с вот этим вот Локи. То есть Локи это у меня там ковриклочный, может видеться в антиваббл, у него там все для этого есть. Вот. Чем удобно? Можно насканить, хорошо держит и качается очень даже прилично. То есть, вот, вполне приличные резисты и откачка. Вот. А если даже еще и погреться нам, да, вот, то у нас откачка еще вырастает, резисты вырастают, и он очень хорошо качается. Плюс у него, вот если мы выключим МВДшечку, да, вот, у него довольно высокий прирост капы. И, в принципе, если не греться, то и без МВД, я тестил две Хевика по соске, он совершенно спокойно переживает, вместе с ДПС продолжая откачиваться. Вот. То есть это такой хороший Хевитат. Вот как бы я его с собой периодически таскаю. То есть либо его, либо Балгорном там по ситуации. Если в домашке, то Балгорном. Если куда-то там надо чуть-чуть отлететь, то лучше вот такой Локи. Он одновременно может выступать и в роли скаута, и одновременно, как бы, может кого-то поймать, удержать. Ну, а Варгур уже про ДПСить. Вот. Так что, это боевой Варгур. Ну, просто это как бы часть некого боевого объединения ДПС, скажем так, в основном. Ну, и плюс фуллтанк, конечно же. Вот. Ну, и плюс еще он может прожечь циночку, и, соответственно, быстро насумонить себе помощь в виде БО-шек, например. Вот. Так что, кораблик полезный. Если кому интересен ФИТ, то вот его ФИТ. Ну, все. Не будем на этом долго останавливаться. Все. Поехали. Дальше делаем десятку. Для ускорения процесса я поставил десятикратное увеличение скорости. Вот. Ну, обычный ставил. Ну, чтобы зря время не терять. Итак, поехали. Первый карман. Вот. Убиваю мелочь, которая здесь вначале. Вот. И потом МЖДшусь туда за елку. Вообще, первый карман можно проходить, не убивая всю эту мелочь. То есть, вот после МЖД мы оказываемся практически у елки. И можно проваливаться и начинать сразу делать второй карман. Ну, как я уже говорил, я решил все вычистить и все залутать. Вот. Поэтому, как бы так. Несмотря на большое количество неписей, с капой все хорошо. Та же всегда больше половины. Откачка вообще как бы без каких-либо проблем. Резисты очень высокие. Поэтому все, как бы, хорошо. Так. Все. Поехали. Второй карман. В втором кармане я сразу МЖДшусь за елку. Вот. Вообще, лучше, конечно, сразу МЖДшиться. Во-первых, если вас кто-то будет ловить, по приходу вы от него будете в 100 километрах. То есть, вы всегда можете МЖДшиться еще дальше и спокойно совершенно отварпать. Вот. Ну и так как бы ближе к неписи оказываешься и ближе к воротам. Ворот имеет довольно большую сигнатуру. То есть, если тогда у нас там было около 50 километров до ворот, то сейчас там дистанция гораздо меньше. И меньше потом топить. Вот здесь топить мне надо было начинать раньше. То есть, я вышел из Сиджа, как бы, поехал. Вот. И поэтому какое-то время пришлось просто топить на ворота. Ну, честно сказать, я это вырезал. Итак, поехали. Третий карман. Так же самое. МЖДшусь за елку и вырезаю, как бы, сначала мелочь, которая быстрее может на меня натопить. Портейски альфуется. Ну и убиваю все. Единственное, что я тут фокапнул в этом кармане, я забыл убить вот эту вот структурку, с которой выпадает таблетка. Потом уже, когда я вторым окном лутал, хобана, а она есть. Ну, ничего, вернулся. Вот. Это появился нейтрал. Гун. Как он однажды проскочил на подскане. Вот. Это, в принципе, был дропер. И он довольно долго висел в системе. Делать ему тут было нечего. Ну, наверное, или пытался народ на это сподвигнуть. Ну, блин, как можно поймать... Ну, прожжет сыну. Пройдут. Это ж на входящую елку. Я уже бью третий карман. В общем, короче, у него было без вариантов. В конце концов, он улетел. Тем более, он там подлететь, наверное, подлетел. Посмотрел там глаза. Ну, думаю, вообще, фактор внезапности как бы отсутствует. И все. Итак, четвертый карман. Да, в принципе, то же самое. Мждшимся за елку и все вырезаем. Здесь тоже есть структура. Вот. Как я потом посмотрел по описанию, она гораздо толще. Ее рекомендуется проходить в 4-5 человек. Вот. И как сказали, там было написано, что там иногда бывает что-то ценное. Ну, раз иногда бывает, значит, надо убить. Правильно? Единственное, только я был один, а не вчетвером. Вот. Ну, сейчас посмотрим, что из этого получилось. Здесь у пулеметов фолов там 50 километров с небольшим. Оптимал около 4 километров. То есть, соответственно, вот сейчас на той дистанции, на которой эта структурка есть, вот, по нему ДПС идет, мягко говоря, плохо. Вот. То есть, я ее начал бить и понял, что структурка не давится. Вот. То есть, я практически расстрелял барабан. Вот. Хотя эта, как бы, дистанция была уже, ну, как бы, ну, не половина от фолов, а то есть, но все равно дамага не было. Поэтому я подъехал поближе на 15 километров и повторил попытку. Начало заходить заметно лучше. Вообще, зря я поленился. Надо было подкатиться вообще на Оптимал в 4 километра. Вот. Потому что ту структурку, которую я тогда вот пропустил в третьем кармане, когда я вернулся, я уже, как бы, на нее наварпал в 4 километра. Ну, я ожидал, что сейчас буду пилить так же, как эту. Нифига, уехала на ура. Вот. А здесь я, на всякий случай, даже бустер сожрал. Опять-таки, для ускорения процесса, потому что она, в принципе, нормально танчена. Итак, последний карман. Здесь, в принципе, самые ценные, это БШ. Антиматер, там, что-то там, тра-ля-ля. Вот. В принципе, говорят, и можно его убить, забукать в рэк, отварпать. И, там, минут через 5 приварпать. Уже не будет ни неписи, ничего. Просто залутать этот трек. Но это же не наш метод, да? Все вырезать почистую и все залутать. Он, кстати, хорошие плюхи прокидывает. Но, учитывая высокие резисты, то есть, может, там вы видели, да? У меня периодически шелда немного уходила. Вот. Меньше половины. Ну, откачивалось, потом все без проблем. Теперь надо его залутать. Чтобы найти этот врэк, проще было включить отображение врэков. Вот. И плюс отключить пустые. Ну, для удобства. Вот. Зашел нейтрал, но это, так называемая, еда. Дичевская учебка. Поэтому обращать на нее внимание мы не будем. Вот. Смотрите, вот сейчас на... То есть, когда дистанция меньше 20 километров, проще дотопить. Вот. А так, сейчас я МЖД шусь два раза. То есть, первый раз, ну, как бы по треугольнику. Представьте, равнобеденный треугольник. МЖД раз вверх. И потом МЖД два. И все. И я рядышком с целью. После того, как мы МЖД шусь вверх, там, смотрите по дистанции. Если получилось больше 100, значит, подтапливаете. Если меньше 100, значит, оттапливаете. Для того, чтобы потом, когда МЖД откатится, вы пришли уже куда надо. Ну, все, в принципе. Выпала коробочка. Итак, вот это вот весь лут, который я собрал. То есть, ценного выпал модуль с финального вот этого вот БШ. И две коробки. Одна коробка с третьего кармана и с финального босса. В общем, получилось где-то на 400 лямов. Из него мусора где-то на 25. Вот. Всего вот этого вот. Всякой мелочи. Вот. И остальное, как бы... Тоже, наверное, нечистые деньги, да. Надо продавать, отвозить. Но, тем не менее, это уже доход. Теперь подведем итоги. Что у нас вышло? Давайте сначала по времени. Первый карман. Прошел я за 10 минут. Ну, его можно было вообще не проходить. То есть, если вам неинтересно баунти, то его можно просто МЖДшнуться и провалиться сразу во второй карман. На второй карман ушло 8 минут. Третий карман 12 минут. Там пришлось еще подтапливать немножко. Вот. Потому что после МЖД там была некоторая дистанция. Поэтому я выходил из СИДЖА. И, соответственно, ДПС уменьшался. Я, как бы, пока топил. Это была некоторая потеря времени. То есть, получилось чуть дольше. В четвертом кармане непись, как бы, вся была убита за 11 минут. И в пятом кармане за 7 минут. То есть, не вижу особого смысла блицевать пятый карман. Вот. То есть, убить этого антиматера. Потом отварпать. 5 минут ждать. Потом наварпать, чтобы непись пропала. Когда весь карман и так убивается за 7 минут. Вот. Не вижу особого смысла в этом. Там. Вот. Так ты все-таки баунти получишь. Все равно время. Это понятно, что там если нам отойти куда-то надо. Ну, да. Отошел. Забукал. Отошел. Пока подошел. Уже можно наварпывать. Ну, а так, в принципе, можно все вырезать. Не особая проблема. Третья структура. В смысле, в третьем кармане, которая структура. Она была убита довольно быстро. Там больше времени ушло на то, чтобы МЖДшнуться два раза. Вот. По треугольнику, чтобы выйти к ней на оптимал. И потом она была очень быстро убита. Я даже был удивлен. Что-то там около минуты, может. Даже не засекал времени. Я это просто не записал. Хотя, наверное, надо было записать. Ну, ладно. Вот теперь уже все. Вот. В четвертом кармане структура. Я ее бил два раза. Вот. Оба раза примерно по шесть минут. Ну, первый раз, как он барабан начал заканчиваться, я понял, что все. И подтопил поближе. Вот. Хотя, я думаю, надо было топить еще ближе. Надо было топить в оптимал. Как я вот потом, когда возвращался, бил третью структуру. В четыре километра. И ДПС был лучше. Потому что все-таки оптимал у меня четыре километра. А лов там пятьдесят два, по-моему. Вот. Поэтому, чем ближе к оптималу, тем больше ДПС. Структура стоит на месте. Трекинга никакого нет. Поэтому надо было топить до четырех километров или им же дешиться. Вот. И тогда бы убийство прошло, я думаю, несколько быстрее. И не пришлось бежать бустер для ускорения процесса. Вот. То есть, что у нас, в общем, получается по времени? То есть, если отбросить все мои факапы, то все прохождение с убийством двух структурок, оно где-то около часа. Но можно первый карман со спокойной совестью блицануть, пройти, как бы, сразу провалиться в следующую. Ну, МЖД-шинцы и сразу провалиться в следующий, во второй карман. Пятый карман, не вижу смысла блицевать. Вот. Его проще вырезать. Ну, и структурки, соответственно. То есть, четвертая структурка, она, как бы, там есть вероятность, что что-то выпадет. Ну, решайте сами, стоит ли тратить шесть минут на эту вероятность. Я ли считаю, что стоит. Мало, вдруг там какой-то хороший ценный модуль выпадет. А так, пройти мимо, как я всегда шучу. Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал. Потому что то, что не сделал, ты, а вдруг бы. А так уже знаешь, ну нет и нет, и все. Вот. Что вышло по деньгам? Вот. То есть, выпало у нас вот 80, это из третьей структуры, ну, из третьего кармана. 134, это с финального БШ. И плюс, с него же выпал модуль на 163 ляма. То есть, это у нас получается в общей сложности на 377 миллионов. Плюс на 25 миллионов выпало всякое там вот это мелочевочки, которую я не знаю, как бы. Ну, я вторым окном собирал, поэтому времени это дополнительно там сильно много не заняло. Ну, вы сами смотрите, особо ценного там, как бы, ничего не было. Ну, и плюс там по объему получилось больше тысячи кубов. Вот. Тащить все это за много прыгов, короче, геморрой. Я не рекомендую собирать весь этот мелкий лут. Вот, в принципе, и все. Танка выше крыши, капы выше крыши. Время прохождения, ну, я не знаю, не мне судить. Я делал первый раз. Вот. Я думаю, что, когда, если бы делал несколько раз, то постепенно выработал какие-то, возможно, другие несколько технологии прохождения. И, ну, возможно, это бы, как бы, несколько ускорило. Ну, а может быть и нет. Ну, в общем, как бы, все без проблем. Проходится за час без блицевания. Если первый блицевать, а я рекомендую блицевать, то за 50 минут. Вот. Заработок получился у нас где-то 500 миллионов. То есть 200 я отдал и 500 как бы получил. То есть фактически заработал 300. Ну, здесь все слишком рандомно за счет того, что смотря какие выпадут модули. Вот. Здесь как повезет. То есть покупая за 200, вы однозначно отбиваете таблетками то, что вы купили. Ну, а модули, вот, это уже там как получится. Баунти вышло, кстати, около 100 лямов. Что тоже, в принципе, нормально. Вот. В общем, так у меня получилось 300 миллионов. Не знаю, повезло, не повезло. Можете в комментариях написать, у кого как все было. Всем спасибо. Не забываем поддерживать канал. Голосуем в голосовалочке за те направления, по которым вы хотели, чтобы вышли ролики. Всем спасибо. Всем удачи. Всем спасибо. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok